Здравствуйте! Вы смотрите новости рынка Форекс. С вами я, Екатерина Недачина. Второй день подряд американская статистика демонстрирует позитивные данные. Вчера к их числу можно было отнести июльский отчет по объему промышленного производства. По сравнению с прошлым месяцем, ситуация в промпроизводстве улучшилась на 0,6%. Но в годовом выражении объем сократился до 4,4%. Аналитики ожидали роста лишь на 0,5%. Также вчера Министерством труда США были опубликованы данные по уровню инфляции в стране. Согласно предоставленной информации, рост потребительских цен в июле снова оказался нулевым. И годовой показатель инфляции снизился до своего минимального значения с ноября 2010 года 1,4%. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости. Низкий уровень инфляции дает федеральной системе больше возможностей для маневров своей денежно-кредитной политики, для стимулирования экономики. Американская валюта сегодня растет. На 10 часов терминального времени пара евро-доллар торговалась в районе 1 доллара 22,6 центов США. Также поддержку доллару оказывают ожидания участников рынка новостей по рынку американской недвижимости. Это были новости рынка Форекс, подготовленные для вас компанией Инстафорекс.